Добрый день И вот об этом сегодня бы и хотелось поговорить, потому что мы все, конечно же, в течение жизни только и делаем, что нарабатываем какие-то установки и правила. Это суть любого образования, это суть наших первых шагов в социум, это суть первого рисунка ребенка, когда тебе говорят, что вот это тучка, а вот это слоник. И рисовать слоника нужно вот так, а не иначе. Без этого, конечно же, мы не можем жить и существовать в социуме. Но проблема личного успеха заключается именно в том, что в какой-то момент своей жизни со всем этим личным опытом ты должен найти и подойти к точке, когда ты все эти правила должен сломать и разрушить ради того, чтобы начать строить свою собственную историю. И если мы посмотрим на любую индустрию, будь то красивый дизайн одежды или великие художники, которые остались в истории искусств, певцы, любая творческая специальность, мы увидим везде одно и то же. Всегда есть какой-то успех, какая-то прорывная история, которую потом довольно длительное время все остальные пытаются копировать. То есть они видят какой-то прорыв и дальше по вот этим накатываемым клише идут и пытаются этот успех повторить. Но мы должны все понимать, что в данном случае каждый, кто не первый, тот второй, а в случае каких-то больших прорывных идей, которые когда-то приносили славу создателям, это уже будет и сотый, и тысячное, так сказать, повторение обих и тех же приемов. Поэтому то, что мне кажется, самое главное, нужно помнить, создавая свои личные бренды. Только ломая какие-то стереотипные штуки, вы можете по-настоящему вырасти, привлечь к себе внимание, а следовательно продвинуть то, чем вы занимаетесь и стать лучшим в своей среде. Здесь тоже есть несколько вариантов, как это можно делать, и, конечно же, прежде всего это должно зависеть от ваших собственных устремлений и от вашего понимания собственного бренда и куда вы хотите двигаться, в какой нише вы хотите находиться. Но неизменно всегда одно – возможность сделать прорыв. Что я имею в виду? Ну, вы понимаете, что если сегодня кто-то принесет на выставку современного искусства в Космоску черный квадрат и скажет, посмотрите, как вот я здесь все нарисовал прекрасно, это никого не поразит. Но когда это впервые сделал Малевич, почему это произведение осталось в истории живописи? Потому что это было некое заявление, это был некий слом художественной парадигмы того времени, в котором это было совершенно, как бы означало некий совершенно новый период в живописи. Вот ровно так же это работает и с вашим личным брендом. Вы хотите, ну, условно, вы хороший адвокат или классный риэлтор, ну, реально классный риэлтор, то есть не тот, которого мы представляем себе по дубайской недвижимости, девушку в бикини, а нормальный риэлтор. И вы хотите продвинуть свои услуги. И вот вы видите, листая ленту, какие-то видео, как бы ваших конкурентов. И это очень похожий контент, условно, если ты юрист, это человек в синем пиджаке, будет что-то умное, желает на в очках тебе рассказывать про юрис, про дэнсу и рекламировать свое услуги. Если это строительный блог, то это как под копирку будет, там, пять ошибок при строительстве дома. Три причины выбрать мой аккаунт и все три я расскажу тебе в конце. Досмотри это видео и обязательно поставь лайк. И вот эти все приемы, которые бесконечно, я думаю, что во время этой конференции обсуждали с вами, как привлечь внимание, как удержать аудиторию, как ее правильно прогреть, как сразу не рассказывать все секреты в видео, а говорить их на последних секундах, чтобы человек досмотрел до конца. Все вы это знаете и без меня, и сегодня наверняка вам многое, что об этом расскажет. Сегодня я вам хочу рассказать о другом. О том, что есть момент, когда, зная все эти правила, и даже следуя им, потому что какие-то инструменты, о которых я вот сейчас бегло рассказала, они действительно работают. Но даже следуя и работая вот этими банальными механизмами, всегда наступает точка, когда вы должны перейти на новый уровень и сломать это правило. Перестать делать шаблонные видео в вашей нише такими, какими, как вам кажется, хочет видеть ваша целевая аудитория или ваш предположительный клиент. А сделать что-то, что выведет вас вообще на какой-то другой уровень развития. Ну, например, не знаю, не так давно в фэшн-сегменте, который я очень люблю и за ним слежу, выстроил аккаунт совершенно неизвестной девушки, которая вместо привычной продажи красивых платьев, ты видишь, музыка, значит, ветерок, у тебя красивая фигура, тебе 18 лет, и ты улыбаешься, и, значит, ссылочка купите, это красное платье в цветочек. Девушка стала делать аккаунт, где она готовит очень красивые дизайнерские одежды. И это сразу, как говорится, молодежным языком хайпануло. Она набрала миллионы фолловеров просто на том, что это соединение очень странных, необычных вещей. То есть люди, которые смотрят ленту, привыкли ко всему, знают все вот эти три причины досмотреть до конца этого видео и четыре совета, как не надо делать, или пять покупок этой осени, без которых вам не прожить, вдруг видят что-то, ломающее их шаблон. Девушку, которая в кутюрных платьях хреначит морковочку, да, и там чистить картошку. И это вызывает, естественно, желание остановиться и посмотреть, что это было. И вот эта реакция, остановиться и посмотреть, это, собственно, и есть то ценное, за чем вы должны охотиться. Вы должны в какой-то момент, приобретя свою экспертизу, выстроив свой блок, выстроив свой образ себя, обязательно найти точку, в которой вы пойдете дальше и сломаете какой-либо стереотип. Соедините несоединяемое. Будете иметь смелость делать по-другому. Не будете бояться быть высмеянным за то, что вы делаете это не так, как все. Вот все эти страхи, все эти сомнения и главное ощущение того, что с одной стороны вы должны сломать вот эту схему стандартов, а с другой стороны, что значит сломать стандартную схему. Мы должны точно понимать, что ломать что-то – это вызвать неоднозначные чувства. По-другому быть просто не может. Только то, что вызывает у вас неоднозначные ощущения, «Блин, что это? Почему это так выглядит? Почему это какая-то странная картинка, странный посыл?» Только это в конце концов и привлечет внимание и интерес. И в этом смысле мне кажется, что крайне важно помнить о том, что точка слома должна обязательно быть в том, чем вы занимаетесь. Думайте над тем, из чего эту точку создать, как ее применить в вашей сфере, потому что я понимаю, что вы сидят люди из очень разных сфер, и поэтому, наверное, у вас разное видение того, как можно вести те или иные ваши соцсети. Поэтому номер один – помним о том, что ищем подходы найти девушку в кутюрном платье, которая чистит картошку. Или прекрасного мужчину, я думаю, что многие в зале его уже, как и я, увидели в соцсетях, который все время широко улыбается и в очках, в машине рассказывает о том, какое у него прекрасное настроение. Вот человек просто одним мемом создал себе невероятную популярность, имеет контракт уже со Сбербанком, становится большой звездой. вот просто на факте того, что какой-то странный чувак в смешных очках каждое утро едет в машине и говорит, улыбайтесь, какой прекрасный день. Теперь давайте немного поговорим о еще очень важной вилке понимания себя, как я ее называю. Дело в том, что мы, любой человек, оценивает себя всегда не так, как его видят окружающие. И в этом есть большая проблема, которая очень часто мешает нам продвигать наш контент и мешает продвигать нам самих себя. Что я имею в виду? Очень часто у человека есть какой-то сверхталант, какая-то суперсила. Но он сам себя ценит за совершенно другие вещи. Уверена, что у вас такое тоже бывало, у многих из вас. Во всяком случае, на сегодняшний день это, наверное, одна из самых таких распространенных психологических проблем людей, которые занимаются тем или иным видом продвижения своих услуг. Ну, условно. Ты классно, не знаю, пишешь сценарии каких-нибудь там шутливых пьес и делаешь там классные юмористические контенты. Но внутри ты мыслишь себя драматическим писателем. Да, и тебе хочется, чтобы мир полюбил именно эту твою сторону, а не то, что ты делаешь классно и хорошо. Вот здесь есть вилка, в которой нужно всегда уметь увидеть самого себя. И, может быть, сейчас я дам советы, как это сделать, через других людей понять свою суперсилу. Ну, условно, не буду приводить примеры. Все женщины меня в зале поймут. Вот это вечная дилемма, что все женщины с прямыми волосами обязательно хотят, чтобы они были у них кучерявыми, а все кудрявые девушки хотят, чтобы они у них были прямые. Вот это примерно так работает во многих сферах. Поймите вашу суперсилу, вычислите ее. Если вы не до конца понимаете ее сами или вас тянет в какие-то другие вещи, где вы бы хотели себя проявить, но знаете, что почему-то, когда вы проявляете себя в другом, к этому есть больше доверия и популярности, узнайте у вашего ближнего круга. Это суперклассный тест. Попросите, не знаю, ваших родителей, родственников, ближайших друзей, бывших одноклассников. Пусть у вас будет выборка из десяти человек, которые вас хорошо знают. Пусть они напишут, то есть вы напишите для них анкету, которую каждый из этих людей запомнит с вопросами о том, какое качество ты считаешь во мне самым целым. Как бы ты характеризовал, какими тремя предлагателями ты бы меня характеризовал. Какой я человек по характеру вот в тех или иных вопросах. Сформулируйте эти вопросы с точки зрения понимания себя. Вы какой вообще? Каким вы кажетесь этим людям? Энергичным? Харизматичным? Вы человек, который может продать кому угодно что угодно? Или вы человек, которого они ценят за то, что вы системные, надежные и никогда не подведетесь? Скажу вам сразу по секрету, все в одном лукошке практически никогда не бывает. У человека не может быть много суперсил одновременно. На том и люди, что суперсила у нас ограничена. Поэтому всегда четко для себя определите, в чем она и как ее развить. А в том, в чем у вас нет этой силы, просто найдите людей, найдите их, заведите себе помощников, которые могут компенсировать отсутствие у вас тех или иных вещей. И если мы посмотрим на то, как выглядят какие-то самые потрясающие бизнес, успехи, это всегда соединение этих качеств. Ну, условно, просто классный дизайнер без крутого операционщика вряд ли сможет сделать крутой бренд одежды. Потому что помимо того, что ты должен сделать красивый дизайн, тебе нужен человек, который будет структурно и системным мыслям. И чаще всего, наоборот, истории каких-то провалов и истории неуспехов, это истории, когда соединяются творческие энергии. Нам так классно творить друг с другом, а дальше, как пелось в одной из песен, гитаристов очень много, только заводы все стоят. Вот так быть не можешь. То есть энергия одна должна дополнять с собой энергию другую. Системный человек в любом бизнесе, в любом деле не менее важен, чем тот, который креативно будет с утра до вечера сыпать какими-то новыми идеями. Команда, ваша личная команда, вашего бренда, даже вашей странички Инстаграма, это всегда соединение этих вещей. И даже если вы в начале пути, и пока вы все это делаете один, вы должны четко понимать, что вот в этом я силен, а здесь, может быть, мне нужны какие-то дополнительные компетенции, которые либо я буду сам каким-то образом добывать и знать, что в этой части я пока слабоват, либо буду расширять команду. Это очень важная вещь, и поверьте, вот это анкетирование ваших близких людей, которые вас хорошо знают, даст вам иногда супер неожиданные результаты. Это вообще удивительно, как это работает. Вот я могу сказать на собственном примере, я, когда начала заниматься этим вопросом, уже такого профессионального выстраивания брендинга, а не просто действования на интуиции, стала проводить такое анкетирование, в том числе и не только среди моих близких, но и среди людей, с которыми я работаю. Причем я специально делала это анкетирование анонимным, чтобы ни у кого не было страха сказать, как они на самом деле чувствуют. И проблема того, что озвенка, как ты видишь себя сам, и как тебя видят другие люди, она всегда существует. Есть какие-то вещи, которые, ну, мне никогда бы не казались, что имеют ко мне вообще какое-либо отношение, но глазами других людей это выглядит именно так. Понимаете? И это всегда нужно держать в голове и знать, что люди считывают то, что вы хотите сказать или донести, не всегда так, как у вас это происходит в голове. Ну, например, приведу простой пример, что я имею в виду из такой очень банальной жизни. Я, как человек публичный, у меня огромное количество общения, я веду мероприятия, общаюсь с разными людьми. И это всегда такая, знаете, профессиональная деформация у всех людей в моей сфере. За счет того, что очень много мелькает в людей событий, ухудшается зрительная память. Ты не всех помнишь людей, кого ты там встретил раз пять лет назад где-то на мероприятии. Но люди тебя помнят, потому что ты человек публичный. И дальше происходит ситуация, что если ты когда-то, ну, не знаю, ты пришел на какое-то мероприятие, и ты с кем-то не поздоровался, просто потому что ты не помнишь человека, а ты с ним шесть лет назад где-то пересекся на мероприятие, то ты это воспринимаешь просто как, ну, ты не вспомнил, но ты очень стараешься быть со всеми милым. А люди считывают это как сознательное твое высокомерие или вот он зазнался, сделает вид, что он меня не вспомнил. Понимаете, как работает психика? Так как мы все всегда только про себя, а не про другого человека, мы всегда думаем про свои чувства. Мы не можем представить, что нас там кто-то не запомнил или не узнал. Мы сразу проецируем свое ощущение того, что, ага, человек специально это сделал или человек высокомерен, или человек нам посылает какой-то сигнал, вместо того, чтобы увидеть реальность этого человека. Какой выход из этой ситуации? Теперь, когда я куда-то прохожу, где какой-то ограниченный круг людей, веду мероприятие, я здороваюсь со всеми. Я общаюсь со всеми так, как будто их знают всех, ну, всю свою жизнь. Это мои ближайшие друзья, мои родственники, я с ними проучилась 11 лет в школе. Тогда ты снимаешь вот это ощущение, даже если оно может у кого-то возникнуть. И это очень важный, очень показательный пример, потому что мы можем его перевести на любую сферу нашей жизни. Любое решение вашего руководителя или ваше, любое ваше высказывание в соцсетях кем-то может быть воспринято совершенно иначе, чем вы воспринимаете, говоря и делая какие-то вещи. И вот про эту вилку нужно помнить всегда. То, как видим себя мы, и то, как видят нас окружающие. И если вы будете знать, что вы в глазах людей каких-то, которые вас знают, или которые считывают вашу картинку через публичные сети выглядите каким-то образом, вы сможете этим управлять. А в конце концов, это и есть наша цель. Ваш образ не должен быть случайно, вот знаете, вот я тут вышел, и любите меня, какой я есть. Так иногда работает, но это скорее исключение, это какие-то вещи, которые могут выгореть, могут не выгореть. А опираться, на мой взгляд, все-таки нужно на какие-то выстроенные схемы. Вы должны четко понимать, что вы хотите продвинуть свой продукт. На чем вы делаете упор? Вы хотите, не знаю, показать свои профессиональные качества и вашу незаменимость в этой профессии. Вы хотите делать яркий, классный контент, у которого, может быть, будут менее профессиональные подписчики, но больше рекламы и больше внимания аудитории. Вы хотите вообще делать развлекательный контент, который всегда будет более массовым, но при этом давая туда какую-то энергию ваших профессиональных качеств. Кто вы и что вы хотите делать? Это нужно с самого начала простроить, и даже если у вас сразу это не будет получаться, вы точно будете знать цель, к которой вы идете. Потому что если мы идем без цели, то мы и приходим, собственно, в никуда. Потому что в то место, в которое мы хотим прийти, мы можем прийти только тогда, когда мы знаем, куда мы хотим прийти. Проблема многих людей, и я думаю, здесь сегодня тоже, как в любой аудитории, такие есть, что запрос формулируется крайне расплывчато. Я хочу выстроить личный бренд, я хочу большей популярности, ну вот давайте сфоткаемся вместе, давайте я там что-то сейчас напишу, сделаю контент со звездой, а там дальше само пойдет. Не пойдет, друзья. Любая большая популярность, любой большой блог, это не случайная фотка, знакомство или снятый где-то крутой контент. Классно, если это есть. Но вы должны выстраивать ваш брендинг так, чтобы даже без всего этого ваши личные ресурсы работали и были интересны. Вот это тот принцип, на который, мне кажется, всегда нужна опираться и всегда выстраивать все так, что даже если у вас ничего интересного не происходит, даже если вы не поймали Филиппа Киркорова на выходе из гримерки, даже если не произошло какого-то крутого события, к которому только вы имеете доступ. У вас есть четко сегментированный контент, который работает и создает свою аудиторию. Ну и в этом смысле, мне кажется, сейчас суперправильное время, потому что от больших каких-то таких вот пирамидально построенных брендов, мне кажется, сейчас мы идем в структуре, где как раз нишевые, бренды нишевые, выстроенные, репутации и какие-то бизнесы на этом построены, важнее, чем какие-то большие объемы. То есть доверие вашей аудитории, признание вашей аудитории, верность вашей аудитории стоит сегодня дороже, чем супербольшие охваты. Мне кажется, об этом тоже стоит помнить и над этим обязательно работать. Ну а так, конечно же, каждый из вас – это личный бренд, и только в ваших руках сделать этот личный бренд большим и всегда растущим. Но помнить нужно об одной очень важной вещи. Какие бы классные соцсети вы не вели, какой бы личный брендинг с рекламой по всей Москве или всей России вы не выстраивали, нет ничего важнее качества вашего продукта. Если вы шьете плохую одежду, некруто чините зубы, или вы плохо оказываете юридические услуги, условно, если вы эльман Пашаев, то как вы себя не рекламируете, какой пиар вы себе не создаваете, ничего не будет работать. Только качество работает, только качество будет приносить вам новых клиентов, только качество будет создавать вам тот сарафан, когда другие люди скажут, слушайте, вот этот человек – это лучший стоматолог в своем городе, вот этот человек, он лучший юрист в своем регионе или в своем, не знаю, микрорайоне. Неважно, неважно, с чего вы начали, с того, что вас будут уважать и ценить. Сто человек, десять человек или тысячи человек. Важно, что вас должны уважать и ценить. Потому что если вы надуваете мыльный пузырь, снятых на прокат машины, успешного успеха в пентхаусах, и какой я крутой, я как стоматолог заработал столько-то денег, посмотрите, вот улыбка фарфора вашей мечты. Это не будет работать без качества и уважения ваших клиентов. Помните, продукт и качество – это то, что сделает вас всех великими. И я вам желаю, чтобы это в вашей жизни обязательно произошло. А соцсети подождут. Спасибо вам большое. Хорошего вам вечера. С вами была Сеня Собченко. Не бойтесь, ломайте стереотипы и оставайтесь с собой. Счастливо. Друзья, давайте поаплодируем Ксении Собчак. Потрясающее выступление. Заслушивался, так замотивировал, взбодрило. А прямо сейчас вот тот эмоциональный посыл, который у вас накопился сегодня за весь день, давайте его подарим команде АМА СРМ, которая...